Физики, революционность произошла, и сейчас я фразу покажу вам, которая, в общем-то, всё и решает. Физики установили, что времени не было, нет и никогда не будет. Всё? Спасибо за внимание. Я успел. Я уложился? Да, да. Ничего себе, революционность. Ну, на самом деле, физики революционности сейчас много. Сейчас нет понятия силы, сейчас нет понятия такого, как пространство, оно исчезает. Да, мы с вами есть, ну, давайте сейчас будем разбираться со временем. Что вы знаете о времени? Вот прозвучало достаточно много формаций. Кто-то говорит, что это некие периоды, когда существует жизнь. Ну, да, действительно, да, мы говорим, жизнь человека – это век, да, откуда и век получился. Вот есть период существования человека. Что мы дальше знаем? Есть сутки, да? Что такое сутки? Оборот Земли вокруг своей оси. И это действительно очень правильный ответ, потому что часто, говорит, смена дня и ночи. Вот если сейчас товарищи приедут, допустим, в свои северные края, у них полгода ночь, полгода день, и там сутки совершенно другие. И тогда получается, да, с точки зрения физики, с точки зрения вот этих предметных областей. Поэтому я тоже начну с чего? Я начну разбираться, что такое время с точки зрения определенных формаций. Я взял самый древний европейский словарь. Толковый словарь Вебстера. Часто на него ссылаются. Вот так он выглядит. И читаю определение времени. Но если это толковый словарь, мы должны понять, что такое время. Читаю. Время определяется как период. Классно же. Если есть период, это и есть время. Некие периоды. Но дальше читаю, что такое период. Периодок это отрезок времени. Итак, время определяется как период. А период это? Время опять. Нормально. Расшифровал нам этот словарь, что такое время? Нет. Убираем европейцев. Давайте посмотрим на наши русские словари. Словарь Ожегова. Мне очень нравится. Очень много интересных вещей. Одна из форм наряду с пространством существования бесконечно развивающего матери. Последовательная смена ее явлений и состояния. Очень близко. Определенный момент, в который происходит что-нибудь. Определенный момент, в который происходит что-нибудь. Дальше. Ну, я уже вам говорил. Словарь Даля. Это для меня почти настольная книга физики. Время. И читаю. Длительность бытия, пространство в бытии, последовательность существования. Продолжение случаев, событий дни за днями, века за веками, последует на течение суток за сутками. Классно. Казалось бы, все. Мы о времени практически все узнали. Вот здесь, в этом определении, практически все поэтапные вещи связаны с нашими периодами. Дальше давайте разбираться. Следующий момент. Конечно, и у ваших народов, скорее всего, есть пословицы, поговорки, связанные со временем. Их достаточно много. Это вот наши. Смотрите. Не человек гонит, а время. Сила во времени. Вот эта фраза, вот это мне очень нравится. Сила во времени. А у вас, вы замечали, у вас время одинаково течет или по-разному? Нет. Вот самая интересная вещь, что у нас, у каждого, свое время. Иногда мы ждем, и время тянется, тянется. Иногда, как сейчас, ребята дергаются, нам бы туда вот быстрее, а он тут разглагольствует, нам бы побыстрее, а время тянется. А иногда 30 минут оно пробежало даже незаметно. То есть вот бывают такие моменты. И это часто в нашем человеческом бытие время – это неоднозначность. Хотя однородно вроде бы. Ну что, начнем с единиц измерения времени. Вы все понимаете, все знаете, что такое час, что такое минута, что такое секунда. Откуда эти слова произошли? Ну первое. Час – это наше древнеславянское слово. Кстати, оно есть и в болгарском языке, и в украинском языке. Час – это часть. То есть самый простой перевод. А вот откуда взялись минута и секунда? Посмотрите. А здесь очень необычайная вещь. Смотрите. Латинское выражение. Парс, минута, прима. Как перевести? Первая часть. Первая часть. Но посмотрите. Из этого словосочетания мы взяли только одну часть. Мы взяли минута. А вторая часть, читаю, парс, минута, секунда. Но из этой мы взяли только вторую часть. Секунда. То есть появились минуты. Это минута – первая часть, а секунда – вторая якобы часть. А на самом деле абсолютно разные части слова. Дальше очень интересный момент с единицами измерения. Вот скажите мне, пожалуйста, вам нравятся те единицы измерения времени, которые существуют? 12 часов, 24 часа. Замечательно. Замечательно. То есть легко делить на 24. Нет. Поделите 100 на 24. Быстро только. Я не математик. А вот. А было бы классно. Смотрите, не 24 часа, а, допустим, 10. Классно же. 100 поделить на 10 – легко. 5 поделить на 10 – легко. Но мы почему-то используем 24 часа. Почему? Антоша, почему 24 часа? Почему 12 часов? Наш шарик двигается вокруг своей оси за 23 часа, 56 минут и сколько там еще до секунды. Ну теперь, есть математики у нас? Нет. Ну, спасибо большое. Как вы к этому относитесь? Вот это, вот к этому выражению. К этому выражению вы как относитесь? Оно правдоподобно? Любое можно... Нет. Вот смотрите, нюансы опять. Мы уходим от формализации. И очень вы правильно сказали, очень правильную вещь. У нас физика – это не математика. Если я сейчас вам запишу вот такое выражение, 2 равно 2, вы сейчас мне скажете, Андрей Иванович, это частный случай. Он бывает только один раз. Но если я сейчас напишу, допустим, 2 килограмма равно 2 грамма, вы что сделаете? Вы повертите и увеска скажете, нет, такого невозможно. Потому что у нас добавляется, что единицы измерения – это очень важно. 2 бегемота не равны двум, извините, пожалуйста, облачкам. Это разные абсолютно. Так же и физики. Каждое число имеет определенное значение. Здесь, соответственно, вы сразу сказали, один день, ну, правильнее сказать, одни сутки, да, 24 часа. Ну, 24 часа легко, мне кажется. Почему 24? Легко делить, да? Очень легко. А вы как, что еще с другой позиции есть? Философия, философия зародила физику. А, ну, я вам рассказываю. Да, неудобная, неудобная абсолютно вещь. И неудобно не делить, классно было бы взять сейчас 10, да, 100, вообще идеально. Но не бывает такого. Вот эти числа, 24, 60 минут, ну, 100 минут же классно, 100 минут, нет, 60. Особенно в математике, когда дети начинают переводить эти единицы, вообще катастрофа начинается в начале школьной. 360, откуда эти числа взялись? И здесь нам помогает Антон, его история любимая. Потому что все это произошло вот отсюда. Шумеры, все банально. У Шумер было 12 главных звезд. Ночью первая звезда взошла, 1 час. Вторая звезда, 2 часа. Третья, четвертая, пятая. 12 звезд ночи, они посчитали, что столько же звезд должно быть и днем. 12 плюс 12, появляется число. А дальше они любили математику, это классически. 2 умножить, ну, однер, единичку я не поставил, 1 умножить, что получилось? 24. А значит, есть символизм, есть какие-то связи. А дальше 3, 4, 5, 60, классно. А еще лучше, 3, 4, 5, 6, вот они 360, вот они 360 дней в году. Ну, Шумеры были очень грамотными, они знали, что в году не 360 дней, а 365,25. А теперь давайте подумаем, а куда Шумеры девали, Антон, целых 5 дней? Через 4 года. Я должен? Да, должен. А предположение? Через 4 года високосный год. Через 4 года високосный год. Да. То есть, вы считаете, что если мы умножим 5 на 4, получится 30? Да. Нет. Спасибо. Очень, очень, даже очень. Ну, парадокс того, что, конечно, можно было бы это государство разбить на две части. В одной части праздновали Новый год, и он длился 5-6 дней, в зависимости от года. 5 дней Новый год. Просто 360 дней прошло, и 5 дней Новый год. Классно, классно. Во второй части все было наоборот. То есть, что они делали? Как вы правильно, только не через 4 года. 5 лет проходит, 360 дней, на 6-й год добавляли 13-й месяц. Ну, помните 13-я зарплата в России, откуда взялась? Ну, шумеры придумали 13-я зарплата. Все банально, все просто. Все, вот видите, на тоненького. Ну, так вот повелось. Но 360, опять вы видите, не случайно. А дальше возвращаемся. Смотрите. 360 градусов – это окружность. Откуда это? А это уже греки. Они посмотрели, у шумеров все красиво, гладко. И берут цикличность. Цикл. Круг. Помните? Мы говорим о наших созвездиях, которые мы называем зодиакальных. Но на самом деле мы тоже знаем, что их 13, да, этих созвездий. И тоже можно поделить. Но круг 360 градусов. Удивительно, красиво, замечательно. Мы вышли к математике, которая так или иначе связана еще с часовым кругом. Цикл. Слово «цикл» здесь. Ну, опять, математиков немного у нас. Равенство можем поставить какое-нибудь? 1, 57. Можем. Единицы. Ну, так смотрят ваши программы, я думаю, что можно. 1 радиан, 57 градусов. Не запоминайте это. Не запоминайте, что в одном радиане 57 градусов. А если взять 2π радиан, 2π, это 360 градусов. 57,3 градуса. Ну, я ж, видите, я ж. Я поэтому, я смотрю, цифры нет. Да, что-то не хватает там, да. Там после залипсов. Ну, мне важнее вот это число. 22π равно 360 градусов. Вот. В принципе, с единицами измерения времени все достаточно просто. Мы сейчас поняли, откуда 12 часов, откуда 24, откуда 60 минут. И даже мы знаем, почему в году такое количество дней. История, любимая наша наука. Перейдем к следующей формации. Смотрите, сегодня Антон нам показывал по 3 фотографии. Не очень люблю по 3 фотографии, люблю побольше фотографий. А я тоже вот умею. Все эти картинки чем-то объединены. Как вы думаете, чем? Стихии. Стихии. Еще версии. Тема не помнит? Тема не помните, какая у нас тема сегодня? А, время, да. А, время, да. А вечном. А вечном, да. Энергия. Очень хорошо. Версии еще. Давайте я, наверное, назову вам тогда станет понимать. Песок, вода, огонь, солнце, пружинка, атом. Версии. Часы. А, кто сказал? Я. А можете перечислить часы? Песочные часы. Водяные клипсидры часы. Огненные часы, солнечные часы, механические часы и атомные часы. Посмотрите, буквально несколько секунд времени, ну, две минутки, и мы практически пробежались по всем основным видам часов, которые существуют. Мы с детьми вспомнили. Ну, посмотрите, солнечные часы бывают трех видов. Это горизонтальные, это вертикальные. Кстати, в нашей культуре, в Кавказе, как раз вертикальных часов, особенно на наших храмах древних, вот Аланское городище, Юля уехала, но там именно вертикальные часы. Есть, конечно, часы, которые являются широтными, то есть в зависимости от широты имеют определенный угол наклона. Это клипсидры, это водяные часы, они бывают нескольких видов. Это Египет, это, соответственно, древнегреческая клипсидра в виде такого конического. Вам понятно, почему конус? Потому что сначала вода течет медленно, потом все быстрее, быстрее, быстрее. Таким образом, вот эти штрихи, они все больше и больше становятся. Поэтому количество воды вытекает больше. Вот это огненные часы, они бывают трех видов. Первое, это уже такие часы продвинутые, стержень, это основной парафин. Делали вот такие засечки, 1, 2, 3, 4, свечка горит, пожалуйста, время. Не очень удобно, потому что это часы, которые сменять нельзя. Чаще всего, помните слово «часовой» у нас было, откуда оно вообще, слово «часовой» взялось? Огненные часы, такая веревка масляная, и к веревке на определенное расстояние крепились камешки. Ставилась такая чигуняка или железка, и рядом стоял человек. Догорел камешек, упал, дзынь, часовой кричал в рупор, и по территории в рупор передавали. Вот это часовой, который должен был следить за временем, за этим огненным. Были вот такие часы, тоже огненные, это лампадные часы, заливали масло, и, соответственно, когда оно выгорало, можно было определить количество часов. Это огненные. Ну, вот эту гравюру вы наверняка знаете все, гравюра, которая изображена практически всех ученых. Никто не знаете? Нет. Нет, это измерение скорости Галилео Галилеем. Очень простая задача. Один фонарь открывал, другой на горе поднимал флажочек, соответственно, этот видел поднятый флажочек, ну и, соответственно, измеряли время. Но в этой гравюре есть огромная грубая ошибка. И вот, кстати, очень много картин, которые изображают. Вот сегодня показывал Антон, когда некоторые домыслы возникают. Здесь тоже домысл. Найдете этот домысл вот в этой картине. А как тот человек мог узнавать, что в этой ситуации только второй человек мог знать о времени? А если вот зеркало, то и второй человек знал об изменении времени. Если бы вы учились у меня в классе, я бы поставил вам уже сегодня две пятерки. Но этот ответ, конечно, меня не совсем устраивает, потому что здесь основная проблема – это вот эти часы. Во времена Галилея у Галилея часов не было. И тогда вопрос, а как во времена Галилея измеряли короткие промежутки времени? По солнцу? Короткие часы. Песочные часы можно было. А короткий промежуток? Секунду? Две секунды? Как измерить? А помните, он камни с Пизанской башни бросал, 30 метров всего, и надо было измерить. Пульс. Основной измеритель времени коротких промежутков был пульс. Пульс – это один удар, считался примерно одно колебание, одна частота. Вот так считалось время. Тогда другого короткого промежутка не было. И во всех работах Галилея у Галилея, и до него главный измеритель коротких промежутков был пульс. А как же тогда вот о нем? Вот гравюры нарисованы, очень много часто говорят о том, что он изобретатель времени. На самом деле, да, очень много легенд о Галилея у Галилеи ходит. Я часто детям вот такой, ну, тоже очень хороший прием, очень хорошо работает. Правда ли? И можно читать любое. Что период колебания обычного маятника пропорционально квадратному корню длины подвеса? Многие из вас даже не поняли о чем, но это не важно. Ну, вот главное, что этот прием очень хорошо работает. Для меня очень важно сегодня, что Галилея открыл закон малых колебаний, период которых также не зависел и от амплитуды. И еще один, что он колебания заметил по лампадам. Да, действительно, в пизанском католическом храме были лампадки, они колебались. Он один раз заметил, что маятники, у которых маленькие подвесы, колеблются быстро. Маятники, у которых большие подвесы, колеблются медленно. Это можно заметить. Вот. Вот колебания. Или вот колебания. Видите, да? Частота меняется очень сильно. Это заметил Галилей. Кстати, если вы будете в этом городе, вас обязательно подведут и покажут эти лампады, скажут вот здесь. На самом деле это не совсем корректно. Эту лампаду повесили гораздо позже. Вот с точки зрения исторического факта, это недостоверный факт. Еще один недостоверный факт, что именно Галилей изобрел часы. Часы изобрел вот этот человек. Это Гюйгенс. И опять здесь нарушение некоторых вещей. Часы, которые здесь изображены, никогда Гюйгенсом не изобретались. А вот мы сейчас дальше будем с вами говорить. Итак, как изобрести часы? Вот вы когда-нибудь часы изобретали? А хотите попробовать? Да, я тоже хочу. Для этого нам потребуется небольшая физика. Совсем небольшая. t равно 2π корень l на g. Это формула, которую вывел как раз Галилео Галилеи. Здесь все просто. 2π, помните, что это такое? l это длина, g это ускорение свободного падения. Я беру ниточку. Видите, ниточку. Мне нужно посчитать длину этой ниточки, чтобы создать часы. Какие часы лучше всего создать? Ну, можно секундный маятник, можно двухсекундный маятник создать, можно трехсекундный маятник. Что мне для этого нужно? Мне нужно вычислить длину вот этой нити. И не более того. Вычисляем. 1 секунда, 1 в квадрате легко. 1 умножить на 1. 1. g 10. π в квадрате это тоже 10. 10 делить на 10 мы сокращаем. Остается 1 четвертая. Ну, 0,25. Значит, мне нужно взять 1 четвертую часть метра. 25 сантиметров. Можно воспользоваться такой линейкой, можно воспользоваться обычными, обычной тетрадной листой. Там две клеточки. Мы с детьми это делаем. Они измеряют подвес. Ну, и, соответственно, нужно этот подвес просто замерить. Вот мы получили длину 25 сантиметров. В принципе, каждый из вас это может сделать. Вот туда и обратно это ровно 1 секунда. Не зависит абсолютно от того, как я буду его отклонять. От амплитуды не зависит. Потому что правда ли? И Галилей вывел, что от амплитуды ничего не зависит. Секундный маятник. С детьми можно поговорить дальше о чем? А можно ли сделать часовой маятник? Или минутный маятник? Ну, здесь сразу возникает мысль. Даже если минутный мы возьмем 60. 60 в квадрате 3600. 3600 поделить на 4. Это 900 метров. То есть длину подвеса нам нужно взять 900 метров. Самое высокое здание в мире такой высоты сегодня не имеет. Чуть-чуть меньше, чем 900. Значит, уже минутный маятник создать. Но двухсекундный можно попробовать. Потому что это будет подвес. Но очень интересная тема. И дальше можно развивать. Конечно, таким маятником или такими часами удобно пользоваться? Не совсем. И отсюда мы переходим к Гюйгенсу. Гюйген заменил нить на пружинку. И помните, пружинки у нас были? Мы сегодня используем пружинный маятник. Когда завели, пружинка начинает колебаться. Точно такая же формула, точно такой же закон. Ну и, соответственно, вырабатывает одну секунду. Немножко поговорили о часах. Ну а теперь о часах, которые были. Пушкин. Это часы, которые из музея на мойке. Время именно то, когда остановилось сердце Пушкина. Ну, по крайней мере, так утверждают музейные сотрудники. Но есть удивительный музей. Это часы из музея дяди Пушкина на Басманной улице в Москве. Я сфотографировал. И вот здесь, как раз вы, наверное, заметите, что стрелок сколько? Одна. Гюйгенс, когда создавал часы, на часах была только одна стрелка. Вторая стрелка появилась гораздо позже. Вот это часы с циферблатом, с одной стрелочкой. Ну, на этом, наверное, я буду заканчивать. Это атомные часы. Помните, я вам сказал, что времени не существует. А для чего же тогда мы используем время? Конечно же, для удобства. Нам удобно жить по часам. Очень удобно. Поэтому удобно сочинять музыку. У нас есть частотный диапазон ноток. А частотный диапазон – это количество колебаний. Мы знаем, что ноты бывают разные, целые, четвертные, шестнадцатые. Опять это длительность, это опять время. Если бы времени не было, не было бы вот этой прекрасной музыки. И дальше мы понимаем, что есть время, которое много или мало. Но здесь уже легкая задача. 15 минут, 900 секунд. 15 минут – это много или мало? Антон, для тебя. 15 минут. Альбин. Относительно. Время. 15 минут. Время относительно. На самом деле, 15 минут – это время жизни головного мозга. Если за 15 минут человека не реанимировали, человек умер. Человеческий мозг отмирает, клетки не восстанавливаются. 15 минут для человеческой жизни – это критическое время. Детям тоже иногда нужно это сказать, потому что многие могут спасти жизнь своим сверстникам, которые видят, как они, допустим, попали в воду в холодную или где-то в другом месте находятся. Невозможно представить себе нашу историю, любимую, без времени. Потому что история – это время. Невозможно представить себе анализы, которые сегодня мы проводим. Ну вот, в частности, я привожу радиоуглеродный анализ, без которого сегодня истории бы не существовало. Это радиоуглеродный метод. Нашли деревяшку, замерили количество углерода 14-го радиоактивного. И точно можем сказать о период полураспада углерода 5700 лет. Мы можем точно, с точностью до 30 лет сказать, когда в этой пещере разжигали огонь, и когда это дерево было срублено, или оно погибло. Или когда косточка вот той алтайской принцессы перестала жить, потому что по радиоактивному кальцию можно точно оценить возраст этой алтайской принцессы. И так далее и тому подобное. И это время всё. Время – это и космическая эра вот с этим человеком. Ну, наверное… Ага. Ну, бывает. Назад? Один назад? Да. Космическая эра мы связываем. Сегодня эту дату уже произносили. Юрий Алексеевич Гагарин. Ну, космическая эра на самом деле часто путают. Она началась не с полета Юрия Алексеевича Гагарина, а чуть-чуть, чуть-чуть раньше. Это 1957 год, 4 октября. И здесь вот, кстати, статья из «Учительской газеты». И у нас Ирина Георгиевна Димова как раз встречалась с Юрием Алексеевичем Гагарином. Она это фотографии показывает. Это очень великое событие. Но об этом парадоксе, думаю, слышал каждый из вас. А кто может рассказать? А, ну, рассказать что-то. Значит, время течёт для близнецов по-разному. Если посадить близнеца в ракету и запустить космическое пространство, он будет стареть значительно медленнее, чем его близнец на Земле. Да, то есть космонавт, и вот он, близнец, который летал на космическом корабле со скоростью близкой к скорости света. Отсюда вывод. Можно сделать машину времени? Ну да, да, как-то да. Да, совершенно верно. Лёгкое движение руки. Создаём аппарат. Опускаем со скоростью близкой к скорости света и создаём машину времени. Как вы думаете, а создал человек уже машину времени? Нет. Нет? Не знаю. Вы уверены? Ну, я вам покажу, что уже машина времени существует. Сейчас, внимание, барабанная дробь. Три-четыре. Хоп! Да. Ну, это была шутка. Вы уж меня простите, пожалуйста. Итак, что мы сегодня увидели с вами? Время в реальности не существует, потому что мы понимаем, что время у близнеца одно, время у другого близнеца другое. Но что такое время? Это иллюзия. Иллюзия, которую мы сами создаём. Время относительное. Время — это промежутки. Время одномерно, однонаправленное, непрерывно, объективно, динамично, бесконечно однородное. Со временем можно очень много работать. Мне очень нравится вот это стихотворение Флеминга. Я некоторые части прочитаю. Во времени живя мы времени не знаем, тем самым мы себя самих не понимаем, в какое время мы, однако, родились, какое время нам прикажут удались. И жив себя в конец, рождает время время. Так продолжается и человечье племя. Но время времени нам кажется длинней, коротким временем нам отведённых дней. По часу времени мы рассуждаем с вами, но время — это мы. Никто иной, мы с вами. Время — это мы. И то, что с нами происходит, то, что происходит в Вселенной, с момента так называемого Большого Взрыва и до настоящего времени, 13,7 миллиарда лет, мы не знаем, что было до, мы не уверены, что будет после. И вообще это время или это выдумка наша. Мы не знаем, что будет с вот этим продолжением, и когда вот эта гора закончится, и где она закончится. Но самое главное, уважаемые коллеги, это то, что время — это мы. Время выбрало вас. Ну вот как-то так. Спасибо.